У меня вот так все перевернулось, вот так все. Привет, моя любовь, я пришел. Все равно иди, иди. Вот так вот. Таким образом, Женечка стал звездой отеля. Он швырнул все шашки вместе с доской. И очень, очень сильно разозлился от своей беспомощности. Рассказали нам, что очень выгодно было бы съездить в Пекин. Такая форма – результат постоянных тренировок и жесткой диеты. А это один из героев моего романа. Есть мужчины-алкоголики, есть мужчины-гуляки. Женечка вскакивает, собирает свои вещи, хлопает дверью. Я ухожу навсегда. Такая грусть-тоска, но какая-то я невезучая. А поехали с тобой в Гонконг. Я говорю, в Гонконг? Какая прелесть. Это отличная идея. Гонконг. Позади меня пролив Виктория. Я стою на аллее звезд и поднимаемся на воздушном шаре. Друзья, настоящее место силы. Но сердце мое ему не принадлежало. Рита, давай ты будешь Ивановой уже. Но прежде чем посмотреть это видео, обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк или дизлайк. А в конце ролика напишите комментарий. Это очень поможет продвижению моего канала. И я вам буду очень благодарна. Привет! Вы на канале Рита Лайфстайл. Для новых зрителей своего канала спешу сказать, что предыдущая моя история была о том, как мой муж, с которым прожили 15 лет, влюбился и ушел из семьи. И я осталась одна в печали с двумя детьми. Так вот, друзья, а дальше началось самое интересное. Мне раздался звонок по телефону. Я ответила, и очень приятный, нежный, женский голос сказал, «Маргарита, это Наташа, Женина жена. Я его очень люблю. У нас двое маленьких детей. Пожалуйста, отпустите Женю. Мы очень все страдаем». Я услышала это, и у меня слезы градом полились. Настолько я прониклась этой ситуацией, этой историей, которая недавно случилась со мной. И как вы думаете, что я ей ответила? И Женя была, и этот Женя был настоящая любовь, первая, можно сказать, любовь, серьезная. И страсть, и огонь, все в моей жизни. Я ей сказала, «Хорошо, Наташа, не волнуйтесь, я больше не буду встречаться с Женей». Положила трубку, еще немножко поплакала. У меня вот так все перевернулось, вот так все. Но я не могла себе позволить больше с ним встречаться. Вечером раздался звонок в дверь, и счастливый, довольный Женя с сияющими глазами, «Привет, моя любовь, я пришел!» и смотрит на меня, а у меня лица нет. Я говорю, я говорю, знаешь что, Женечка, давай-ка собирайся и уходи от меня. Мы с тобой больше не будем вместе. Мне звонила твоя жена, она очень сильно страдает, у тебя дети, у тебя есть ответственность за детей. Я не хочу разбивать вашу семью. Я, конечно, перешагнула через себя, чтобы сказать эти слова, и чтобы принять вот это решение. Но я видела только это решение правильным. Женечка кинулся мне в ноги, обнял меня за колени и говорит, «Я своей жизни без тебя не вижу. Я никуда, никогда от тебя не уйду. В моей жизни есть только ты, я других не вижу. Еще до встречи с тобой я приняла решение о том, что я уйду из семьи. Мне нет там жизни». Конечно, по уму бы мне надо было сказать, «Все равно иди, иди». Но я же тоже не железная, не каменная. Я обняла его и сказала, «Ну, ничего не поделаешь». Я обняла его, поцеловала, прижала к себе. Ну, вот так вот. После мы стали активно работать. Ездили в Турцию на закупки товара. Несколько дней занимались закупками и дня три проводили на побережье. Отдыхали и получали удовольствие от каждого проведенного дня. Во время фиесты или по вечерам мы очень любили играть в шашки, иногда в нарды. Чтобы процесс был более интересным, я предложила, «А давай играть на желание». Он спрашивал, «А какое желание мы придумаем?» А я говорю, «Кто проиграет, идёт в центр холла отеля и громко и выразительно читает стих о России». Таким образом, Женечка стал звездой отеля. Каждый день он читал много стихов громко и выразительно в холле отеля. И как-то раз, когда он проиграл мне шестнадцатый раз подряд, он швырнул все шашки вместе с доской и очень-очень сильно разозлился от своей беспомощности. Но никак, ни разу он не мог выиграть у меня в шашки. Именно в этом отеле мы познакомились и подружились со взрослой супружеской парой лет 55. Они тоже были торговцами, и именно они рассказали нам, что очень выгодно было бы съездить в Пекин. И очень подробно поделились с нами всей необходимой информацией по этой поездке. Именно там, в этом отеле, Женя научил меня нырять вниз головой. В молодости я несколько раз пробовала это делать, и у меня никогда не получалось. И я очень гордилась достигнутым. Не скажу точные цифры, но здесь мне около 40 лет. Такая форма результат постоянных тренировок и жесткой диеты. Я часто ходила впроголодь. А это один из героев моего романа Женечка. Но потихонечку я стала видеть Женечкины минусы. До этого момента я знала пороки мужчин-мужей. Есть мужчины-алкоголики, с которыми мучаются женщины всю жизнь. Есть мужчины-гуляки, гуляющие мужчины, которые всю жизнь в семье от жены гуляют. А у Женечки я узнала новый порок, о котором я раньше не знала. Женечка был бегунок. Мы не были женаты, он не делал мне предложения, он был очень горяч. И как-то раз был конфликт на пустом месте. На пустом месте, вот совсем так. Пшик. Женечка вскакивает, собирает свои вещи, хлопает дверью. Я ухожу навсегда. Я думаю, какой кошмар. Опять, опять от меня человек, которого я действительно, реально полюбила, полюбила вообще вот впервые жизнь, такая горячая любовь. И опять он от меня уходит. Ну, говорю, ну, уходишь. С Богом. Конечно, я закрыла за ним дверь и невероятно расстроилась. Я очень сильно расстроилась. И мысли такие приходили. Ну, что ж такое? Почему я такая несчастная? Как же мне не везет в любви? Что же это такое? Почему у меня нет семьи? Я же так к этому стремлюсь. И я так люблю этого Женечка. Он вот так поступает. И я стала себя настраивать, строить. Я бы могла уйти в депрессию, там ходить, плакать. Но это нельзя допускать, потому что у меня дети, у меня семья. Счастливые дети бывают только у счастливой мамочки. И я стала вытаскивать себя из этой ситуации. Я очень сильно рассердилась на Женечку за такой его поступок. Но, думаю, надо как-то отвлечься. Было грустно. Уже, наверное, часов, часов 10 вечера дети легли спать. Я сижу на кухне, грущу. Думаю, надо, надо чем-то отвлечься. Как же отвлечься? Ну, и что вы думаете? Я позвонила Вадику с 21 этажа. И говорю, позвонила так под предлогом. О, Вадик, привет, как у тебя дела? Какие новости? А Вадик говорит, ой, слушай, как я рад тебя слышать. Да все хорошо. А я звоню не просто так, а под предлогом. Такой хитрости я научилась у Женечки. Я спрашиваю, слушай, а ты не помнишь телефон вот этого человека, который ремонтирует машины? Мне бы надо к нему попасть, чтобы там что-то сделать с машиной. Он говорит, да, конечно, конечно. Дает мне телефон. Я говорю, ага, спасибо. Он говорит, а Вадик говорит, слушай, ну, у тебя-то как дела? У тебя-то как дела? Я говорю, да ну, Вадик, слушай, мне так грустно, ну, мне совершенно не везет. И рассказала о том, что мне не везет. Вот муж ушел, вот с этим тоже не складывается. Такая грусть, тоска, ну, какая-то ее невезучая. Прямо так поплакалась ему. Он говорит, в 10 часов вечера дети спят. Рит, давай съездим вот рядом у нас буквально через дом в суши-бар. Поедим в суши, поболтаем. Я говорю, да, давай поехали, мне все равно не спится. Мы с ним поехали в суши-бар. Я там ему поплакалась в жилетку, и он мне в суши-баре говорит, Рит, слушай, я знаю, как тебе вот помочь. Ты знаешь, тебе нужно отвлечься, сменить картинку. А поехали с тобой в Гонконг? Я говорю, в Гонконг? Какая прелесть. Это отличная идея. Поехали. Только я плачу за себя сама. Люблю так, чтобы не быть обязанной. У меня есть средства, я сама на себя заплачу. Он, хм, сама? Он говорит, хорошо, но в итоге он сделал так, что я практически ничего не платила. И буквально через несколько дней мы с ним улетаем в Гонконг. За эти несколько дней я успела организовать жизнь своих детей. Я договорилась с воспитательницей из детского сада. Очень хорошая, добрая женщина. Мне посоветовал ее Анжеликин тренер по спортивной гимнастике. Она тоже улетает часто по своим делам и ребенок остается именно с ней. Воспитательница поселилась у нас дома. Утром выводила нашу собачку. Вместе с Анжеликой шла в садик. Вечером приходила из садика вместе с Анжеликой, готовила обед для Сережи и все держала под контролем. То есть она полностью меня заменяла. На Гонконг мы улетали дней на пять, может быть, на шесть. Поездка была отличная. Вадик сделал все на высшем уровне. Мы жили в крутом отеле Гранд Хайя, где останавливались известные голливудские отели великолепного уровня. Вадик устроил трансфер на Мерседесе вип-классы от аэропорта до отеля и распланировал программу нашего нахождения в Гонконге. Прилетели. Фото после длительного перелета. Я выгляжу очень уставшей. Роскошная библиотека нашего отеля на 101-м этаже. Бассейн и зона отдыха в отеле находились тоже на каком-то очень высоком этаже. Где мы там только не были и чего мы там только не видели. Гонконг. Позади меня пролив Виктория. Я стою на аллее звезд. Какая девочка, пусть и сорокалетняя, не мечтает быть звездой. А здесь мы находимся в оушен-парке в Гонконге в самый лучший оушен-парк в мире и поднимаемся на воздушном шаре. Вечерний отдых на крыше отеля. Приехали полюбоваться на статую Будды. Нам предстоит еще длительный подъем по лестнице. Поднявшись, мы увидели такие пейзажи. Друзья, настоящее место силы. Я почувствовала это. Довольный Вадик на одной из улиц Гонконга. А это Хайвей. Зашли в местный магазинчик купить подарки для детей. И я примерила несколько шапочек. Какую ни один, все мне к лицу. Поэтому купили обе. Отдых был великолепный. Вадик оказался отличным компаньоном. Удивил меня своими качествами, отличным знанием английского и другими моментами, которые я увидела, общаясь с ним поближе. Но сердце мое ему не принадлежало. Когда мы находились в Гонконге, я выставила на своей странице ВКонтакте, которую регулярно посещает Женечка, фотографию. Я в Гонконге с Вадиком. И написала. Это было 23 февраля. И написала. Всех мужчин с праздником. По прилету в Санкт-Петербург в этот же день или на следующий, мне кажется, прямо в этот день, Владик мне сказал. Рита, давай ты будешь Ивановой уже. То есть, он мне таким образом сделал предложение. А дальше началось самое интересное. Но об этом я расскажу вам в одном из следующих роликов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорых встреч!